Всем привет! Привет, вот мы начинаем играть что-то новенькое, игра 2016 года, сейчас посмотрим, что нам приготовили разработчики, что за висяк, а ну, он нормально, музыка, оценим музыку. Это своеобразная подавленность, депрессия, безысходность, вот, самое подходящее слово для нашего времени, игры, хоррор, самые подходящие игры для нашего времени, особенно для нашей молодежи. Начинаем новую игру. My name is Christopher Adams, freelance journalist looking for a new story and someone to sell it to. Lately I've been looking into three missing people but with no luck. Valerie Berkley, James Reed, and John Jowas Remens. Berkley was allegedly kidnapped by the other two and is presumed dead. There was no ransom, no, no exchange. All three simply went missing for three years. Until now. Police found the body of a young female yesterday in the old factory outside of town. According to my contact, it was Berkley, killed by strangulation. So why would a kidnapping victim turn up dead three years later? Are reading remens still involved somehow? I'm on my way to the factory now. If nothing else, I'll get some photos before anybody else does. I'm on my way to the factory now. Говорит, что фабрика, фабрика. Какая-то фабрика, он приехал на какую-то фабрику. Лес. Самой фабрики не видно. Машины его тоже не видно, где он ее оставил. Странно. Так, он не прыгает. Совсем не прыгает. Посмотрим. Птички поют. Деревья скрипят. Что? J. Прости. J. Open the journal. Так. Это наш журнал. Такой типичный дневник расследователя. Здесь пока ничего. Так, я нашел путь к фабрике, идя по тропинке, которая уже закрыта. А, должна была уже исчезнуть эта тропинка. Но если он говорит, должна была исчезнуть тропинка, значит, за эти три года, либо кто-то сюда еще приходит каждый день регулярно. Или же неизвестно. По крайней мере, он не зря сказал то, что тропинка до сих пор еще есть. То есть, она не заросла растениями, кустами. Значит, кто-то ходит сюда. Недакара. Ага. Странно, почему он к воротам подошел сразу? Такой стук неприятный. Недакара, идем дальше. Try photographing the big door. Отлично. Фотокамера у нас появляется, как в игре Outlast. Кроме фотокамеры, в арсенале больше ничего нет. Хорошо, что хоть батарейки не нужно собирать. Фотографируем. Photo saving. Так, стало быть, в журнале. Вот. Фото. Вот. Я так понимаю, фото ему нужно для архива. Для улик, для зацепок, чтобы все помнить. Ха. Интересно. Hold the shift, key to run. Это мы уже поняли. Вся эта атмосфера такая странная. Эти плывущие облака, они вроде бы... Этот легкий ветерок и солнце. Вроде все так мирно, но... Само помещение и что в нем скрывается уже... Перебивает всю эту идиллию. Посмотрим. Стало быть, для обычного человека ничего подозрительного. Скорее всего, судя по граффити, место сбора грязных хиппи всяких. Наверное, подростки всякие лазят. Ну, как обычно. Вот. Как и ожидалось. Бутылка с под пива. Там, сити майнд. Сити майнд. Пиво или энергетик. Хе. Скайдш... Что... Скайдш... Жельн... Мюсте анвандас. Скайдсрум. Это в Европе где-то, я так понимаю. Судя по этому. Судя по идеальной чистоте вокруг завода. По чистой природе и... Ну... Незначительными... Граффити. Это точно где-то в центре Европы. Так. Что у нас? Что? Сопровождение музыкой. Сфотографиров... Я забыл дверь сфотографировать. Или я её уже сфотографировал? Я не помню. Я фотографировал дверь? Ох... Правильно. Сопровождение музыки. Идём дальше. Что у нас? О, да. Через трубы перейдись. Большая проблема. Ох... Ох... Ха... Отлично. Ага. Там тоже никак. Некак. Идём дальше. Судя по всему дверь. Нажмите кнопку Е, чтобы взаимодействовать с предметом. С объектом. Проджект. Сабжект. И обжект. Три составляющие. Удивительный язык. Так. Закрыто. Здесь ничего. Музыка... Музыка... Подавляюще звучит. Неприятно. Интересное начало. Ни одного... Персонажа. Ни каких-то... Ни каких-то разговоров перед поездкой. То есть... Жены, я так понял, у этого парня нет. Или же игру сведено к минимуму персонажей, чтобы не усложнять процесс отношениями. И не забивать голову всякой ерунду. Побежали. Пока дойду. Ой. Дверь закрылась. Вместе с нею и оборвалась нагнетающая музыка. Отлично. Это какой-то центр управления. Какие-то пульт управления. Но судя по граффити, всем этим граффити молодежь здесь очень давно гуляет. Пьет пиво CityMind. Как те пустые бутылки, которые валяются при входе. Посмотрим. Ну, какое-то, так сказать, свое помещение. Для чего-нибудь. Ну, чтобы долго не гадать, сразу пойдем по ступенькам. Играя в такие игры, я одно понял, что лучше идти сразу по очевидному пути. То есть, то, что первое видишь, открытый путь, туда и беги. Так будет экономить. Вы сэкономите свое время. Ну, и сюда тоже можно зайти перед этим. Раз открыто. И странно, что горит свет. Ага. Пылесос. Чайник. Банки с подчего-то. Кока-кола, пиво. Я подумал, что нужно это сфотографировать, так как это циферка на столе. Это, я так понял, номер улики. Полиция уже здесь была. Я так понял, три года назад я опечатала это здание. Хоррор. Так, а вот и место преступления. Фотографируем. Так. Журнал у нас. Что у нас в журнале? Ну, фотографии есть-то. Так, записи появились какие-то. Еще раз, два, три. Первую мы считали уже. Вторая. Я пробрался на фабрику. Место преступления должно быть где-то скрыто. Что-то вроде того. Мне нужно поискать и сделать фотографии, которые мы уже. Так, третья запись. Looks like it has been forced open. А, это он, я так понял, говорит про те ворота, которые, под которыми мы проползли. Что они были открыты силой, выгнуты. Я сомневаюсь, что полиция входила через центральные двери. Через, ну, эти фронтальные, которые опечатаны. То есть, если не полиция туда входила, значит, туда другой. Я так понял, эта игра, это детектив, скорее, с примесью нервотрепки. Ну, посмотрим. Немного не в моем духе, но, может быть, это будет интересно. Так что, не переключайте канал. Может быть, нас впереди ждет действительно что-то очень щекочущие нервы. То есть, мы не сами на этой фабрике, судя по этой записи. Looks like they stayed in here. Похоже, они были, стояли здесь. Пиво, телевизор и диван. Что еще нужно? Пиво, телевизор и диван. Отлично. Это, наверное, протокоментус, который только что вышел. Нет крови или следов драки. Why strangle her out? Her out here or did they move the body? Зачем он... Ну, судя по всему, тело перетащили сюда. Но зачем? Это мы выясним дальше. И лампочка до сих пор горит. Светит на это место. Очень странно, что... Не понимает, что происходит как-то все. Ну, вот, ребята, мы спускаемся в недры ада. Да. Спуск в подземелье всегда меня ассоциировался с чем-то очень плохим. С чем-то таким... Как в моих снах. Я видел порой я сны, где я спускаюсь глубоко под землю. И там эти давящие стены создают невероятное давление на психику. Откуда эти сны и почему люди их видят? Непонятно. Но скажу одно, что раз это не вызывает положительных эмоций, ничего хорошего это не несет. Ну, но зачем люди? Это строит второй вопрос. Зачем эта шутка? Зачем эти подземные... Неужели им мало... Скайдром? Что это значит, я не знаю. Скиддром. Это какой-то язык. Скиддром, это я так понял, значит какая-то лестница. По какому-то... По какому-то шведском языке там. Спускаем все ребятки. И что самое главное, лампочки горят везде. Темнеет, темнеет. Ну, что дальше, не знаю. Ну, пока игра... Пока ничего страшного не происходило, кроме этих... Этого... Удара дверима. Может быть, кто-то снаружи закрыл. Может, кто-то нас увидел и уже следит за нами. Это неизвестно. Может, обидчик идет прямо по пятам. Прямо по пятам следит этот псих. И хочет нас найти. Хочет, вернее, поиздеваться над нами. В самый последний момент он закроет позади двери. И мы там просидим. Так же три года, как эта пропавшая женщина, которую мы ищем. Вот так. Что за... Зависло что-то. О! Хорошо. 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 Идем дальше. И для чего это строить? Боже мой. Блохо знает куда вниз. Что это будет вообще? Вы слышали эти стулы? Где это? Боже мой, не боюсь. Сейчас будет скример. Черт, что он там черкает. Они ведут еще глубже. О, боже. Но, наверное, нужно пока сюда прийти. Это точно ад. Представьте. Я так понимаю, это женщина, которую похитили. Ты только представьте, это человек отвезли за город, на заброшенную фабрику. Бог знает куда. Закрыли в подземелье, в каких-то недрах коридора. И ты точно знаешь, что тебя там никто не найдет. И тяжело представить сознание этого человека. Что же дело? Может, надо сфотографировать? Убирай фотографии. Ой. Привет. Кто там? Как ты слышишь? Через... 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 Боже мой. Она просит о помощи, но... Стало быть, никого... Никого нет рядом. То есть, убийцы здесь нет, если она кричит. Хотя, всякое может быть. Так, мы добрались до комнаты. Какие-то газеты разбросанные лежат. Шкафчики. Одна единственная лампочка, от которой болит голова. И... Это сейф. Прочитаем. Для общего познания. Magna Safe 5000. В соответствии с инструкцией Magna Safe 5000, вам нужно ввести комбинацию цифр, для того, чтобы открыть его. Это же очевидно. То есть, закрыто. Человечек, вот написано. Человечек в догадках, что же делать. Номер два. Вводим... Вводим цифры. Отлично. Цифры равны какой-то комбинации. Замок открывается. Хм. Сложно. Ну, я так понял, кода у нас нет. Его нужно будет найти. В комнате вряд ли. Может, ящички открываются. Вентиляция. У меня здесь больше ничего нет. Ой, боже мой. Ты меня пугаешь, детка. Ага. Найди... Найди комбинацию. Я нашел ступеньки, которые ведут скрывающееся помещение под фабрикой. Мне нужно найти комбинацию цифр до сейфа. Он должен быть где-то здесь. Будем искать. Отлично. Он должен быть где-то здесь. Где-то здесь, под землей, в этом лабиринте из коридоров. Он должен быть где-то здесь. Прямо вот здесь на столе. Нам убийцы оставили. Не могу перевести, извините, ребята. Надеюсь, это не будет проблемой. Для начала сюда зайдем. О, боже мой. Так, привидение. Это девушка. Это та самая девушка. Боже мой, это ужасно. Представьте, она просидела здесь три года. Вы только войдите в это состояние. Это, кажется, могу перевести. Друзья пришли посмотреть на нее сегодня. То есть придурки закрыли ее здесь. И придурок закрыл эту женщину здесь. Еще и привел друзей посмотреть на нее. Тяжело представить этого человека. Стоит 4 часа. Они стояли час в ее комнате. Потом я попросил их уйти. Чего сказать, что это не было. Это не было. Ничего не понятно. Эксистит это существование, чтобы быть и существовать. Она сидит. Но почему она не подходит? Это скорее... Фух, у меня телефон мой напугал. Наверное, это зеркала. С обратной стороны это зеркала. Но зачем здесь зеркала? Это что, полицейский участок? Там дальше коридор. Куда идти сначала? Закрыто. Хорошо. Ну ладно, я пойду сначала сюда. Это очевидный путь. Я пойду без всяких... Что? Что она говорится? Я понял одно слово. Кухня. Ну, кухня, да. И что? И это всё гудит. Гул стоит такой жёсткий. И это всё под землёй находится. Смотрите, как кто-то ел. Причём недавно. Пачка сигарет лежит на столе. О, можно открыть. Ложки. И здесь есть еда. То есть сюда кто-то приходит. Ну, ребятки, я даже не знаю. Это будет интересно, когда... Стоп, вы видите туфли? Третья кабинка. Вот. Вы это видите? И что делать? Вот возьми. Этот псих ещё сбросится на них. Ага. Шутка удалась. Отлично. Я давно так не смеялся. А он... А он в соседней кабинке сейчас бросится. Фух, открывай, 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 открывай. Чёрт, а здесь закрыто. То есть кто-то закрыл изнутри, что ли? Это чертовщина просто. Чёрт. Целый комплекс находится под заводом. Ладно, идём дальше. Вперёд, только вперёд. Сэйвинг фото. Судя по этой картинке, он сортирует таблетки. Зачем? В пачке сигарет лежат. Бумажка. Клиника психологи, second edition. О, да. Это клиника психологи, это точно. Ммм, здесь уютно. Компьютера нет, и слава богу. Честно, в моей жизни всё было хорошо до того, как появился компьютер. Ц равно... Bookshall throw. F равно edition of book. Понимай, как хочешь. ABCD и F. Комбинация с эйфа. Но... Всё равно F. F равно E. Это целая загадка. Ой, не то нажал. Как убрать это? А, вот. Читает книжку какую-то. В кожаном переплете старую, может быть. Хорошо. C равно F. Ага. То есть, это может значить то, что... Соответственно, буквам, которые находятся возле... На сейфе, на этой комбинации. Это может значить, что цифры повторяются. То есть, цифра возле C будет равняться F. Ну, это проверим потом, когда соберём все цифры. Хорошо. А, крыльцы. Не, эта банка прикатилась. Чёрт возьми. Откуда? Сфотографируем. Она там ещё сидит? О, господи. Она... Она... Она ищет к себе книгу. Боже мой, это просто жуть. Боже мой, это жуть просто. Мне никак не достучаться. Так, что ж. Одним очевидным путём мы прошли. Один... Второй закрыт. Значит... Вуаля, есть третий. О, ещё ниже. Хорошо, хорошо. Хорошо, успокойся. Так. Это начинаются лабиринты. О, боже мой. А равно 4. Д равно 7. Ну, вот. Я так и знал. Куда он это записал? О, новые записи. Боже мой. Ага. Вот это мы читали. Could she really be Valerai? Не пойму, что это такое. In that case, who write? In the factory. If Valerai is down here. This is a lot of drugs for one person. Здесь много таблеток для одного человека. Во всяком случае... Behind this must be planning for a head. Кто-то приготовил их наперёд. Что-то такое. Что-то он нашёл там для своей комбинации. То есть для этого сейфа. Clinical Psychology Second Edition. О, ничего не понял. I found two digits to save. Нашёл две цифры. А равна 4, D равна 7. Вот. Ага. Хорошо. Опять телевизор, диваны. Чашечка, карандашик. Идиллия, просто класс. Я бы отвёл свою девушку на свидание сюда. Прогуляться. Идём дальше. Ага. Проход закрыт. Ты не... Она знает моё имя, причём. Ты не хочешь помочь мне? Нежным голоском. Конечно, нежным. Но каким-то странным в то же время. И спокойным, холоднокровным. Она это сказала. Сидина церектова. Не дуя. Сволон за водой. Дэк, ты дэк, ты дэк. Стидра, стыдра, стыдра. Hello. До сих пор больно. Адски больно. Говорит он. Что-то я понимаю, что-то не понимаю. Закрыто. Но почему она знает моё имя? Ещё одна загадка. Охи любят они эти загадки. Эти детективы. Потому они и детективы. Я ещё вот дверяк застрял. Закрыто. Ну. То есть, что это значит? Что... То есть, люди живут под землёй. Но мне непонятно, почему, разве рабочие живут на заводе, что ли? Где-то заработки какие-то, где-то. До сих пор не хочу использовать никотиновые, что-то там, патчи. Этот человек оставляет кругом записки, чтобы... Это, так сказать, такой психологический приём. Всё писать, записывать какие-то мысли на бумажку, чтобы... Не сходить с ума. Что такое? Она хочет выбраться. И всё равно, как это случится, она говорит. Просто хочет всё это остановить. Чтобы это всё остановилось. Прекратилось. Страдания прекратились. Идём дальше. Прочечная. Обычная прочечная, ничего особенного. Выжималка. Фух, этот звук... Чёрт возьми! Я не... Это... Это что, рисунок? Это что? Это что? Чёрт возьми! Это что? Сохрани для файлов. Это просто жесть. Может так? Я видел такое в городе. Рисует на стенах тень. И вечером идёшь такой офигел. И как офигел случайно. Так, давай сначала сюда. Закрыто. Идём дальше. Извините, ребята, чуть подтормаживает. Чёрт! Это тень пошла по стене. Чёрт! Чёрт! Вот теперь будет весело. Ребята, я вам говорю. Если вы мечтаете в жизни увидеть привидение, вы ошибаетесь. Оно сошло со стены. Оно было здесь. Вот здесь оно было. Оно пошло вот сюда. Я сейчас задурею. Чёрт возьми. Чёрт! Проклятый детектив. Мотай отсюда. Проклятый журналист. Давай. Я сейчас задурею. Там ещё дверь. А, она... Ага. Чёрт! Что это за трамвечная тьма такая? Как будто там и двери нет. Чёрт! Друзья, друзья! А, это мы ещё и не... Чёрт возьми. Она шепчет, она... Я не понимаю, я... Фух, показалось. Откуда она меня знает? И почему она так странно говорит? Почему она шепчет? И почему этот шёпот слышно? Хрен знает, куда по вентиляции. Можно отключить? А, ребят. Ничего не могу понять. Можем выключить. Ты хочешь узнать? Ну, когда светит через атмосферу, он связывает дверь. И это делает свет влече, и он может быть улучшена до одного атома. И... Чёрт, но когда тень пошла по... По стене... Это ничем не сравнится. Я играл, конечно, в очень страшные ужастики, но это было очень необычно. То есть тень пошла по стене. Аааа! Ну вот представьте себе, а ну... Какого чёрта? Вам такие... Вы такие фильмы ужаса видели, а я нет. Лучше не оборачиваться. Лучше не оборачиваться, ребят. Пусть идёт. Что к тебе? Ну и... Куда теперь? Я что-то пропустил? Почему закрыта? Не по-моему. Куда теперь? Почему? Ну... Куда? Ах... Все правильно сюда. Ага. Какие-то ступеньки... Я не... Правильно? Дам сюда. Вроде... Сейчас будет что-то одна... Я не знаю, что он будет делать, когда он тебя найдет. Она четче смотрелась на стене, а это не так четко. Я знаю, что если я сейчас обернусь, он будет резко куда-то помешать. Или же... Боже мой, куда идти? Так, там закрыто. Хорошо. Вот очевидный путь. Идем сюда. Закрыто. Здесь тоже некуда идти. У него есть фонарик какой-нибудь. Может, у него есть фонарик на камере, я не знаю. Так, заново. Никакие кнопки больше не работают. Отлично. Идем дальше. Атмосфера накаляется потихоньку. Так. В комнате горит свет. Я не шел здесь по коридору. Хорошо. Здесь ничего. Спортивный... Спортивный инвентарь. Здесь что, спортом занимаются? Кофеин, я понял. Да, кофеин. Кстати, люди, не пейте много кофе. Вы себя убиваете. Быстрее пули. Черт. На тебе в бане. Так. Ага, я отсюда вышел. Значит, направо. О, вентиляция сейчас будет говорить. Молвить. Молви, друг. Какие-то звуки. Отлично. Помоемся. Ага, это тоже. Представляю это место. Солюдное. После рабочего дня. Ничего подозрительного или страшного. Так можно и убить со смолом. Каждый день. Каждый день. Я не понял почти ничего, но... Это печально прозвучало. Очень печально. Это каторга. Открывать следующую и следующую дверь. Не знаю, что там будет. Опять какие-то банки катятся. Так, попробуем открыть. Ага, нам сюда не пройти. Наш персонаж не прыгает, поэтому это... В этом нет потребности. Игра рассчитана на... О, мы же отсюда пришли. Вот и отлично. Потрясающе. Хотел сказать, но это неудобно. Так, что дальше ты мне скажешь. Следующее, что ты нуждаешься в доме. После красного дворца. Порядь, пока он вернулся. Пока он вернулся. Пока он вернулся. Пока он вернулся. Или оно? Что она не ловила? Откуда ключ появился? Кто его туда поставил? Его же не было. А, это слишком. Черт. Так, ребята, помогайте мне. Поддержите. Налево. Направо. О, черт. Закрыто. Закрыто. Пицца. Нет, сигареты. Что там? Больничка. Закрыто. Закрыто. Еще раз. Почему? Ну, куда идти? И что? И что дальше? Почему закрыто везде? Боже мой, представляете, если он держит не одну женщину в этих комнатах? Черт. Почему? Что такое? Почему дверь закрыта? Фак. Да чтоб вас. Сразу понятно, что мы дело имеем с привидением. Я вам говорю. Не стоит так хотеть увидеть привидение. Черт. Почему? Это... Ты повесилась только потому, чтобы номер оставить этот? Черт. То есть она встала на то ведро? Ну, че-то подвисает компьютер немножко, извините. Потрясающе. Это просто... Как она так быстро умерла? Я бы мог ее спасти, если... Тень. Над нее. Подождите. Б... Шесть. Два Е. То есть это какая-то последовательность? Почему бы никто не нарисовал граффити здесь внизу? А, почему бы не нарисовать граффити здесь внизу? Какое граффити? Извините, ребята, я, может, неправильно перевожу. Эти звуки. Б6Е. Идиотно. Б6. И два Е. Кстати, нужно посмотреть журнал. Там еще одна последовательность. А равно 4, Д равно 7. Осталось две цифры. Но он здесь сказал, что... I found some sort of clue to part of the combination. Clinical psychology second edition. Ну, что это значит вообще? Сорт. Что за сорт? Первый и второй сорт? О, в клыу. Ребята, я должен понять, но не знаю как. Возможно, ответ в этих записках, но я же их не понимаю до конца. Я надеюсь, я смогу это пройти. Учитывая, что все двери я уже обошел. А следующий шаг — войти в эту комнату на как? На как? Я точно все правильно. Как включить Zoom на этой фотокамере, я не знаю. Никак что-то, ну, хоть как-нибудь какие-то цифры буду заработать. Ничего не работает. Ни плюс, ни минус, ничего. Ни F1, 2, 3, ничего. Наверное, это и не нужно. Это ужасно. Сказать в такой форме цифры. Неужели нельзя было сказать это через дверь? Через вентиляцию. Что там? Вроде ничего нет. Это ужасно. Что дальше? Так, ребята, осталось положиться только на какую-нибудь интуицию. I found some sort of clue to part of the combination. Clinical Psychology 2nd Edition. Нам нужно думать. Clinical Psychology 2nd Edition. Возможно, нам нужна книга. Возможно, нам нужна книга. Попробуем вернуться в ту комнату. То есть... Вот, блин. Это намеренно происходит. Почему здесь не горит? Он... Он... Что такое? Он... Что такое? Он падает куда-то. Что за висяки? Что это? Что? Что происходит? Он падает в бездну какую-то. Что происходит? Убирай камеру, давай. Я не понимаю. Что мне делать? Боже мой, это хуже, чем ад. Вернее, может быть, даже лучше. Я не знаю. Я не знаю, что такое ад на самом деле. Ничего не происходит. Ладно, на этом я прервусь, ребята. В следующий раз я с ней головой начну. И мы продолжим. Всё. Всем пока. В следующий раз я Abi. Сами. Сами. Kai. Продолжение следует...